Президент России Владимир Путин поздравил всех, кто связан с пограничной службой с Днем Пограничника. Глава нашего государства подчеркнул, что эта служба решает крайне ответственные задачи по обеспечению пограничного режима. Славные традиции пограничников уходят вглубь времен, и свой вековой юбилей они встречают во всеоружии, сочетая владение самой современной техникой с богатейшим накопленным опытом. Россия граничит с 18 странами. Самую протяженную государственную границу в мире, на суше и на воде, охраняют от посягательств российские пограничники. Граница остается надежно защищенной в любой день и в любое время суток. Все эти простые, но оттого не менее важные истины всем пограничникам не нужно объяснять. Они им прекрасно известны. Славянские ветераны пограничной службы собрались в этот солнечный майский день в парке пограничников в Кубрисе, чтобы принять участие в праздновании 100-летнего юбилея службы. Мне выпала честь сегодня открыть этот прекрасный памятник, дань памяти тех пограничников, которых нет. И это пример молодому поколению, которое станет тоже на защиту наших границ. Наступает самый важный момент торжественного митинга – открытие памятника. Взор у всех собравшихся открылся замечательный монумент, где на коричневом мраморе в цвете нанесены изображения и слова, очень много говорящие сердцу каждого пограничника. В памятник заложена капсула с письмом в будущее, которое наши потомки вскроют через 50 лет. И вот живые цветы возлагаются к подножию монумента. После этой церемонии митинг продолжился. Есть такие красивые слова. Не каждому дано право ходить по последним метрам нашей земли. А вам это право было дано. Потому что в наших войсках служили элитные, отборные ребята. И сегодня неспроста мы открываем и увековечиваем память, пусть в этом мраморе, но этому мрамору мы придадим еще и душу. Мы будем вести свою огромную воспитательную работу. Много теплых, идущих от сердца слов прозвучало в этот день в адрес пограничников. Выступали и ветераны пограничной службы, и действующие пограничники. Юбилейные нагрудные знаки и медали были вручены ветеранам. К этой дате пограничники на своем собрании приняли решение построить памятник пограничникам России. И сегодня этот памятник был открыт. Да, когда военнослужащие увольняются в запас, они начинают тосковать о своей службе, особенно пограничники по границе. Для этого был создан в 2011 году общественная организация, ветераны, пограничники, боевое пограничное братство. Все, кто связан с этой службой, чтут память первых принявших на себя удар немецко-фашистских войск пограничников-фронтовиков. Их бесстрашие и доблесть стали легендой. Они первые принимают бой. Взять пример такой, как Брестская крепость. Вы же представляете, немецкие войска были уже далеко, сотни километров уже на нашей территории, а крепость Брестская держалась. Это был такой командир крепости, герой Советского Союза Гаврилов, который проживал в Краснодаре. Я лично с ним разговариваю. Полковник запаса Юрий Михайлович Лобачев 40 лет отдал пограничной службе. Он нес ее на крайнем севере, в Средней Азии, на Кавказе. Пограничной службе я отдал 40 лет, поэтому пограничная служба – это моя жизнь, по большому счету. А вот это столетие, значит, это знаменует, во-первых, любовь народа к пограничникам, во-вторых, то, что пограничники на посту остаются всегда. И работают, может быть, они уже перестали границу охранять, но они работают во всех сферах нашей жизнедеятельности, в нашем городе. Интересный и запоминающийся памятник пограничникам был создан мастерами фирмы «Мрамор» под руководством Александра Денеги. Работа действительно яркая и сделана в кратчайшие сроки. Последние 2-3 ночи практически не спал, переживал, как получится. Но получилось на славу, можно сказать, очень красиво. Только пограничники благодарят за работу. Действительно, работа – это творение. И поэтому постоянно мы консультировались, постоянно экспериментировали. Эксперимент удался. Открытие памятника и празднование векового юбилея стали настоящим праздником не только для причастных к пограничной службе, но и для неравнодушных славянцев всех возрастов. Перед ними выступили артисты городского дома культуры, все желающие угостились горячей кашей, приготовленной на костре. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События».